Игры серии Мафия 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 от чего они могут, собственно, у него быть. Открываем ему пиджак, смотрим, в пиджаке лежит, грубо говоря, чек из банка. Мы запоминаем, где этот банк, смотрим, нет ли еще что-нибудь у этого дяденьки. Вдруг где-нибудь рядом в почтовом ящике завалялся пистолет, из которого его убили. А дальше, по сюжету игры, мы едем в этот, собственно, банк, где мы общаемся с банкирами и спрашиваем, не было ли черных каких-нибудь делишек в кредитной истории потерпевшего. По мере прохождения главному герою необходимо выполнять ряд заданий. Задания у него абсолютно различные, ну, начиная от того, что, как в «Мафии» и любом другом сэндбоксе, нужно кататься на машинке там от места к месту, хотя это можно пропускать, сажая за руль своего напарника. Так и множество других заданий, таких как ввести допрос подозреваемого или свидетеля, искать улики различные и, в конце концов, преследовать нарушителей тоже надо. И все это очень органично вплетено в игру. То есть все эти задания, они удачно скомпонованы, чередуют друг друга. И игра действительно интересна. То есть, как бы, ну, по крайней мере, по началу игра не кажется нудной совершенно. То есть, наоборот, то есть ты сначала ищешь улики, потом ты разговариваешь с потерпевшими, либо с свидетелями, потом ты приезжаешь на место, там ты находишь подозреваемого, подозреваемый пытается скрыться, и там тебе нужно будет догнать его, поймать его, а потом уже заняться допросом подозреваемого. Также очень интересен допрос свидетелей. Мы сидим тет-а-тет вдвоем с злоумышленником. Он в наглую говорит, что он ничего не делал, но мы-то знаем, мы-то знаем. И потихонечку, открыв свою записную книжечку, сопоставляя улики со словами гада, мы выводим его действительно на чистую воду, и его начинают колбасить, коматозить, он вытирает пот с лица, там, ну, стреванно, не хочется за решетку никому все-таки. Вообще, все эти допросы очень сильно напоминают серию игр о Фениксе Райте, где, играя за адвокатом, мы ходим по месту, где произошло то ли иное происшествие, и собираем улики. Но если там все это было в текстовом варианте, то здесь совершенно иной случай. Здесь мы имеем крутую графику, крутые перестрелки, и все то, что так любит Rockstar. Еще интересная особенность игры, это то, что в игре можно включить черно-белый режим. То есть прямо в офциях переключаете игру в черно-белый режим, и вся игра, ну, с исключением маркеров, кнопок и маркеров на карте, вся игра становится черно-белой. Это добавляет нуарность к игре, и смотрится действительно как вот именно послевоенный фильм какой-то, такой вот из 50-х годов, как хороший такой американский детектив, причем интересный достаточно. Несмотря на то, что игра все-таки, ну, видимо, безодумывалась изначально, но она получилась достаточно кровавой. То есть в перестрелках, когда вы участвуете, там уже в первой перестрелке нас очень шокировало то, когда нужно достать шотган из багажника полицейской машины и заняться тем, чтобы обезвредить грабителей банка. И когда мы застрелили одного из этих самых грабителей, то его мозги очень красиво были раскиданы по всей стене здания. Честно говоря, я немного не ожидал такого эффекта, хотя, ну, я думаю, в реале примерно такой эффект шотган, выстрел из шотгана в упор, наверное, и производит. Поэтому это можно списать даже, наверное, на повышенный реализм. К сожалению, мы еще не успели пройти игру на трех дисках до конца. Да, как во всех играх Рот Стара, в ней очень длинный сюжет, основной сюжет. Возможно, в ней есть даже какие-то сюжетные ответвления, что скорее всего. Но проходить их не тянет. Сюжет очень интересен, хочется двигаться дальше и узнавать, что же будет. Ну и напоследок сказать, стоит ли кому-то советовать эту игру. Ну, я думаю, тем, кому нравится именно стилистика, вот, нуарных детективов, комиксов, книг, стилистика послевоенной Америки, ну, стилистика той же самой мафии, в конце концов. Я думаю, их игра не разочарует, и они останутся довольны этой игрой. По крайней мере, мне игра лично очень понравилась, и я думаю, я с удовольствием пройду ее до конца. Впоследствии, я думаю, мы сможем еще вернуться к этой игре и рассказать что-нибудь поподробнее о ней. Ну, либо на Дисту или Лапу можно будет посмотреть полноценный ревью этой игры и уже узнать гораздо подробнее, стоит ли она того или не стоит. Ну, а мы на этом хотим попрощаться и сказать вам пока, до следующих выпусков. Мы к вам вернемся! ПОДПИШИСЬ!